Волосы дыбом и другие фразеологизмы о волосах 5.03.2020 Вольт Древние времена многие народы придавали волосам магическое значение. Считалось, что волосы обладают особой энергией, благодаря которой можно восстановить силы, исполнить какое-либо желание или даже изменить судьбу. Именно поэтому на Руси существовало много различных поверья и примет, связанных с волосами. Многие из них дошли и до наших времен, а фразеологизм и о волосах заняли прочное место в русском языке. Фразеологизм – это устойчивое словосочетание, смысл которого не определяется значением отдельно взятых словарей. Наверняка вы не раз слышали такие выражения о волосах, но знаете ли вы их значение? Давайте разберемся. Выражение «на волосок» означает что то, что находится в непосредственной близости, совсем рядом от чего-либо опасного. Отсюда произошли похожие фразеологизмы «жизнь на волоске» означает близость к гибели и «на волоске о смерти» – гибели. Держаться, висеть на волоске, находиться в крайне опасном положении, в ситуации, угрожающей жизни, быть близким к раху или срыву. Некоторые фразеологизмы о волосах связаны с чувством страха. Например, волосы зашевелились на голове. Интересно также происхождение выражения «волосы дыбом». Это выражение применяется для описания сильного испуга. Согласно данным исследователей, происхождение этой речевой конструкции связано с древним орудием пыток – дыбы. С помощью такого страшного приспособления палачи растягивали тело жертвы во время допроса. То есть, волосы дыбом – это состояние, при котором волосы вытягиваются. В древние времена, когда человеку грозила опасность, его волосы как антенны реагировали на страх, вздыбливаясь на его теле, и тогда человек становился в глазах противника более грозным и массивным. В русском языке также существует фразеологизм, который применяется для обозначения безопасности. «Волос с головы не упадет» – эта фраза означает, что человеку не принесут никакого вреда. Выражение «рвать на себе волосы» также употребляется в речево-переносном смысле и означает сильно горевать, переживать об упущенной возможности. Конечно же, на самом деле, никто не себе волосы не рвет. Так говорят, когда хотят сообщить о том, что человек сильно сожалеет, страдает из-за собственной непоправимой ошибки, приходит в отчаяние. Из-за упущенных возможностей и от безысходности. Если мы используем выражение «дожить до седых волос», то мы подразумеваем то, что человек дожил до преклонных лет, до старости. Фразеологизм «покраснеть до корней волос» можно употреблять в значении «внезапно» и очень сильно покраснеть от смущения, волнения. Либо в значении «очень сильно разгорячиться, разгневаться». Словосочетание «притянуть за волосы» описывает ситуацию, когда в доказательствах что-либо используется неоправданно, с натяжкой, без достаточных на то оснований. Кроме вышеперечисленных фразеологизмов, в нашем разговорном языке есть и устойчивое словосочетание, непосредственно касающееся прически. Волосок к волоску так можно охарактеризовать идеально гладкую укладку, выпрямленные волосы или красиво завитые локоны. Наверняка такой комплимент будет приятно услышать каждый. А вам знакомы эти выражения? Правильно их употребляйте в своей речи. Апостров закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. В издисблоге интересные факты.